Почему при появлении НЛО у военных отказывает техника? И каков порядок действий при встрече с непознанным? Ты тоже не знаешь, что у них, как говорится, в голове, есть у них голова или нет. Странные галлюцинации. Почему космонавты видят будущее? Когда космонавты выходят за пределы влияния астрала Земли, попадают в невесомость. У них открываются возможности видения так называемым третьим глазом. Русское прошлое Тутанхамона. Как генетики доказали, что древние народы Африки – потомки славян? Восточная и Северная Африка – это были белые территории, то есть населённые белым населением. Военный лётчик Виктор Слесаренко не только уверен в существовании НЛО, но и лично несколько раз наблюдал эти необычные аппараты. Об этом он впервые рассказывает на телевидении. Одна из таких встреч произошла с ним в 1988 году. Во время службы на военном аэродроме Сангачалы в Азербайджане. Лётчики готовились к утренним полётам, как вдруг один из них заметил в небе странный объект, появившийся над взлётной полосой. Мы все обернулись. Над нами зависло сегообразное такое тело. То есть не назвать это дирижаблем, потому что в таком метров, наверное, думаю, 400 в длину был, и в диаметре метров 200, потому что сначала он висел над нами, и высота была порядка 100 метров, может быть, над головой. Всех поразил необычный звук, который издавал объект. По словам Слесаренко, он напоминал гудение высоковольтного трансформатора. От НЛО исходило слабое свечение, а весь корпус был унизан небольшими круглыми отверстиями. Они могли быть иллюминаторами, считает лётчик. Повисев там какое-то время, он начал так же медленно, без всяких там ускорений резких и так далее, он плавно стал двигаться туда в сторону гор. У нас на кругу полётов, то есть самолёты перед тем, как зайти на посадку, они двигаются по установленным схемам. На кругу полётов находилась гора Канезадак. Гора Канезадак известна во всём мире. Там находятся древние пещеры и рисунки первобытных людей на стенах. Во времена СССР это место активно посещали различные экспедиции Академии наук, а также иностранные исследователи. Неужели пилотам НЛО был известен этот факт? Ведь объект затем приземлился именно в том месте, где находились входы в древние подземелья. Далее он когда туда ушёл за гору, было там зарево, вот такое. Мы предполагаем, что он всё-таки садился, потому что потом выполняли полёт. Во время последующего полёта Виктор Слесаренко решил исследовать район, в котором совершил посадку НЛО. Самого объекта он уже не обнаружил, но зато заметил на земле огромный след, оставленный гигантским дирижаблем. Появилось коричневое пятно, такое тёмно-коричневое, на плата на каменном. То есть это большой круг был диаметром. Вечером замполит авиабазы собрал всех наблюдавших НЛО вместе и рекомендовал не рассказывать никому о данном инциденте. Но устной беседой дело всё же не завершилось. Информация о встрече военных лётчиков с неопознанным объектом дошла до специального отдела части, который отвечал за безопасность полётов. А инструктора, который первый увидел, его особист забрал тогда в спецотдел, и не знаю они там, о чём с ним беседовали, я до сих пор не в курсе. В задачи особого отдела также входили обязанности по сбору информации обо всех необычных происшествиях в военных частях, в том числе и связанных с наблюдениями аномальных атмосферных явлений. У нас специально был человек, назначен приказом командира части, который эти все сведения собирал, он их там систематизировал и передавал в вышестоящую организацию. То есть он специалист был по этому делу. Но мы просто наблюдатели по этому вопросу. Военных прежде всего интересовал вопрос, не являются ли такие аппараты объектами условного противника? Какое влияние они могут оказывать на боевую технику? И как можно противостоять этому воздействию? В Советском Союзе такие подразделения были в разных, скажем так, силовых ведомствах, в том числе чуть-чуть даже в МВД, ну, естественно, при Генштабе, то есть от Министерства обороны, КГБ, военно-воздушных силах. В каждой войсковой части хранился особый журнал, в который оперативный дежурный в соответствии с инструкцией должен был записывать все случаи наблюдения необычных объектов. Также отмечались все факты встреч с НЛО и воздействие таких объектов на военную технику. Я лично его держал в руках, лично его листал, куча, да. Называется он журнал «Лечет о неопознанных летающих объектов». Вот. Достаточно записей, достаточно много было. Очень много записей. И я как бы, с чего я понял, что не только мы это видим. Посмотрите на этот уникальный документ. Это отчет о встрече с НЛО, в котором подробно описан один из случаев наблюдения неопознанного объекта над одной из военных частей. В рапорте зафиксированы не только форма и размеры аппарата, но и его фиксация с помощью приборов. Что касается неопознанных явлений и объектов, то я просто по памяти вспоминаю, что одно время это, в общем-то говоря, вот это вот как бы ажиотаж, который возник вокруг всего этого дела, он вынудил, как говорится, наше руководство принять какое-то решение для того, чтобы как-то во всем этом деле разобраться и внести ясность. Как рассказывает бывший зампредседателя КГБ СССР генерал-майор Шам, в начале 80-х годов в СССР была принята секретная программа наблюдения за аномальными явлениями. Во все войсковые части были направлены специальные инструкции, определяющие порядок сбора информации и подачи отчетов в специальный научно-исследовательский институт, который занимался анализом всех поступающих сообщений. Потом, после 1977 года, когда Леонид Ильич Брежнев, санкционировал изучение НЛО более открытой после Петрозаводского феномена, который получил такой международный большой резонанс, ну да, появилась вот эта сетка МО, сетка АН Академии наук, стали собирать. В программе выделялось два направления. Сетка АН, исследование физического происхождения и принципов развития аномальных явлений, и сетка МО, проведение исследований аномальных явлений и их влияние на работу личного состава и техники. Академия наук, которая занималась первым направлением, получала информацию из научных организаций, редакций журналов и газет. Минобороны, которая курировала второе направление, получала данные из войск. И результаты получались интересные, очень, так сказать, прежде всего, с точки зрения опасной или не опасной для систем оружия, персонала, территорий, промышленных предприятий, воздействия на объект противника, защиту, вот, так сказать, воздействия, так сказать, людей. Ну и, в общем, такие, как бы, прикладные армейские цели исследовались. Конечные цели исследований были совершенно разными. Поскольку работы по данному вопросу были закрытыми, то в прессе о них не было упоминаний. Все материалы, которые так или иначе касались НЛО, рекомендовалось направлять на предварительное рецензирование в Академию наук СССР. В соответствии с этим постановлением правительства и соответствующими приказами по министерствам, в том числе по силовым ведомствам, значит, все были обязаны, как бы, при появлении, по уступлению информации о каких-то явлениях и непонятных явлениях в окружающем нас пространстве, немедленно, в соответствующем формате, докладывать в Центр. Программой государственных исследований проблемы НЛО занимались не только военные, но и академические университеты. Необходимо было выяснить не только происхождение наблюдавшихся объектов, но и оценить их степень опасности для военных объектов, техники и людей. Были определены три института Академии наук, в частности, Институт космических исследований, дальше, я не помню, Институт физики земли, Институт атмосферы и так далее. И вот эти несколько институтов, их основная задача была в зависимости от проявления, от явления, где оно происходило, наверху, в космосе, на земле, на воде, под водой и так далее. В зависимости от этого, по каждому событию, о котором шло официальное сообщение, специалисты начинали заниматься этим делом. В результате нескольких лет исследований ученые пришли к невероятным результатам. Проанализировав тысячи сообщений об НЛО, они не смогли объяснить около 7% явлений. Это значит, что среди огромного количества сообщений о летающих тарелках действительно были те случаи, которые не являлись наблюдениями земной техники или природными феноменами. Где-то по 17-18% четкого объяснения не было, но какая-то версионный вариант давал объяснение тому. И нижнебольшая группа явлений, где-то порядка 7%, им не были даны объяснения. Но самое поразительное заключается в том, что в Советском Союзе существовали специальные военные группы, которые не только занимались изучением аномальных явлений, но и пытались получить технологии инопланетян. Бывший военнослужащий одной из таких групп, Рольф Майзингер, поделился с нами шокирующими фактами, с которыми ему пришлось столкнуться. Он вынужден был эмигрировать из СССР и сейчас проживает в Германии. И вот какие подробности он поведал в эксклюзивном интервью. Это секретное подразделение, которое занималось изучением, фиксированием всевозможных феноменов, загадочных явлений природных, криптозоологических загадок, такое тоже было. И я действительно был участником вот этих вот событий. В мои обязанности входило придавать бумаге свидетельские показания. То есть не то, что я записывал их, а именно рисовал. Если кто-то видел какой-то непонятный объект, он ему не его описывал, и, собственно говоря, на основании этого создавались рисунки. Группе Майзингера приходилось выполнять исследования не только на территории бывшего СССР. Сбор информации об аномальных явлениях происходил и в сопредельных государствах. Один из таких случаев произошел с отрядом Майзингера в Афганистане. Ночью их разбудил непонятный звук, напоминающий свист. Военные заметили в небе над развалинами древней крепости огромный объект. По внешнему виду он напоминал корабль, с которым пришлось столкнуться летчику Виктору Слесаренко. Это было в виде веретена с небольшой выпуклостью сбоку. Ну, опять же, как его видели. То есть, может быть, они смотрели на него с одной стороны и казалось, что это сбоку на самом деле находилось в центре. Довольно-таки крупный объект висел над как раз этими развальнами. Но и это не самое поразительное. Исследовательскому отряду Майзингера приходилось встречаться с другими военными научными группами, которые также занимались сбором информации об НЛО и попытками установления с ними контакта. Потом еще мы однажды подменяли, как раз к теме, что наша группа наверняка была не единственная, мы подменяли периодически похожие группы, вот в Белоруссии мы были под Быховом. Оперативные отряды по изучению необычных явлений и случаев, связанных с аномальными атмосферными явлениями, создавались не только при войсковых частях Министерства обороны СССР. Многие спецслужбы занимались самостоятельными расследованиями. Как правило, они носили закрытый секретный характер. И о результатах информировали крайне ограниченный круг лиц высшего командования. Произошло событие, какое-то событие произошло, в какой-то области, в каком-то городе, в каком-то населенном пункте. Вот об этом событии стало известно или в МВД, или в войсковой части, или в подразделении КГБ. В соответствии с приказом, инструкцией, оперполномочник, зона которого, ну, территорию входит в зону его оперативного обслуживания, он выезжает на место, проводит беседы, собеседует, собирает информацию и жестко конкретизирует. В методику подготовки подобных групп входили самые разнообразные навыки. Военные специалисты, занимающиеся сбором информации об аномальных явлениях, должны были освоить не только навыки работы со всевозможной измерительной аппаратурой, но и обучиться весьма необычным способностям, которые могли бы пригодиться им при внезапном контакте с инопланетянами. Подготовка заключалась не только в, собственно, инопланетянах. Освоение методов парапсихологического общения, бесконтактного общения, без языкового общения, общения образами, оно проследовало многие цели. Не только, так сказать, условно говоря, с инопланетянами общаться, но и с агентами, которые находятся где-то далеко. Специалистам приходилось анализировать сообщения от очевидцев, которые утверждали, что им удалось пообщаться с представителями иного разума. Ученые пришли к поразительным выводам. Возможно, пришельцы могут использовать для коммуникации особые способности, которые мы называем телепатией. И заодно рассматривались вопросы, а как, по оценкам свидетелей, происходит контакт с представителями иных цивилизаций. Ну, 99% телепатически, то есть при помощи образов. Вот как это вот раскрывалось все. Невероятное признание сделал бывший научный сотрудник корпорации Локхит Мартин Бойт Бушман. По долгу службы ему приходилось длительное время работать на знаменитой секретной американской базе, известной как Зона 51. По его словам, на этом объекте идет работа по созданию летательного аппарата, в котором применены технологии инопланетян. По словам Бушмана, на базе также находятся пришельцы, которые помогают военным создавать земной прототип НЛО. При этом общение происходит именно телепатически. Их рост составляет примерно 140-150 сантиметров. Возраст этих существ по земным меркам равен примерно 230 годам. На нашем полигоне работало по меньшей мере 18 этих существ. Они сильно отличаются от нас, несмотря на то, что у них также по пять пальцев на руках и ногах. Но самое удивительное то, как они общаются. Это можно назвать телепатией, потому что вопросы и ответы возникают прямо в голове. Бушман является уважаемым ученым. На его счету множество научных патентов, многие из которых используются Министерством обороны США. Сложно поверить, что такой человек стал бы шутить на темы, связанные с НЛО, и подвергать риску свою репутацию. Но самое поразительное, что Бушману удалось тайно сделать фотографии НЛО и пришельцев, содержащихся на этой базе. Посмотрите на эти уникальные снимки. Считается, что на них запечатлены летающие тарелки, которые хранятся и испытываются в зоне 51. Эти объекты поднимаются в воздух и летают благодаря антигравитации. На этом снимке НЛО включен и готов к полету. В верхней части объекта находится источник энергии. Диаметр этих объектов составляет около 12 метров. Мне удалось незаметно снять их на мой фотоаппарат. Но самое шокирующее произошло через несколько дней после записи этого видео. Бойт Бушман был найден мертвым у себя дома. Врачи констатировали смерть от сердечного приступа. Неужели ученый действительно поделился с общественностью невероятными секретами сотрудничества правительства США с инопланетянами, за что и поплатился своей жизнью? И вот еще один удивительный снимок, который мне удалось сделать. Мне приходилось действовать скрытно, чтобы не привлекать к себе внимания. На нем изображена рука инопланетянина. Обратите внимание, что их пальцы длиннее наших примерно на 30%. Я должен рассказать правду о том, что я видел. Но и это не самое невероятное. Оказывается, в Советском Союзе существовал собственный отдел секретных материалов, аналогичный показанному в популярном американском телесериале. Вся информация, полученная из военных частей и полевых исследовательских групп, направлялась туда для анализа. Документы, соответствующие нам по линии служебной, были определены для того, чтобы мы могли вести наблюдение. Они не секретные, эти документы были. Ну, вкратце могу сказать, что мы должны были формы, размеры, скорость, высоту полета, НЛО, направление полета, куда двигаться и так далее. Ну вот, примерно эти параметры мы должны были фиксировать и, соответственно, докладывать вышестоящие стабы. Бывший заместитель председателя КГБ Николай Шан поделился с нами уникальной информацией. Оказывается, русский проект секретных материалов носил кодовое название «Синяя папка». То же самое американцы сделали в определенный период времени и тоже провели все эти, такую же работу, как и мы провели, и такие же выводы сделали, точно такие же выводы сделали. Вот они все об этом расписали. И главное, значит, они поместили вот эту вот синюю книгу, и она находится в интернете, и вы можете в любой момент выйти на нее и все прочитать. Точно так же и наша. У нас не синяя книга была, а она получила название «Синяя папка». Взгляните на эти уникальные документы. Они были рассекречены несколько лет назад. Это материалы из ранее закрытого для гражданских исследователей архива «Синей папки». Он содержит рапорты и отчеты военных наблюдателей, ставших свидетелями появления НЛО. Часть документов этого архива была передана космонавту Павлу Романовичу Поповичу, который лично занимался изучением проблемы НЛО. Я не помню, чтобы запросов на эту синюю детрадь было множество. Единицы буквально. Почему? Потому что... А потом, понимаете, когда из стен вышли раскрытые материалы, которые стали достоянием, этот человек уже может сам тысячи копий делать, дарить, рассылать и так далее, и тому подобное. Трудно поверить, но в мире по разным оценкам почти полмиллиона, а в России около 10 тысяч людей, которые утверждают, что они общались с инопланетянами. На первый взгляд, бред, конечно. Вопрос только в том, что может заставить нормального, здорового, в общем-то, не пьющего человека, а именно эта категория граждан и является объектом нашего исследования, всерьез утверждать, что он встречался с посланцами других цивилизаций. Совершенно невероятный случай, например, произошел с бывшим офицером ракетных войск, а впоследствии известным спортсменом Николаем Ясиновским. Вот о чем он нам рассказал в эксклюзивном интервью. Мы сидим в карте, играем, говорит, в караульном помещении. Заходит мужик, вернее, старик какой-то, весь седой, во всем белом, весь седой, седая борода, седые волосы, белые одежды, короче. Ну что, говорит, ребятки, в карте, говорит, играем? Мы такие, ну а в азарте, говорит, да, дед, играем, короче. Через несколько секунд мы понимаем, что ты посторонний человек в караульном помещении. Войсковая часть, в которой служил Ясиновский, была оборудована несколькими рядами защиты и чувствительными датчиками, реагирующими на приближение человека за несколько метров. Помимо этого, периметр был огорожен проволочным забором, через который был пропущен ток высокого напряжения. Пройти внутрь защищенного периметра военной базы незамеченным было абсолютно невозможно. Мы, естественно, выбегаем, деда не видно. Видно, говорит, следы. И как будто вот он как шел вот даже, да, и вот сквозь стену, вот как вот через все, всю эту систему он прошел. Ни один датчик не сработал. Вот, что это было, непонятно. Ну, представляете, там они говорят, мы потом, говорит, непонятно, говорит, да, там сутки уснуть не могли, потому что, говорит, ну, перепугались, естественно. Вот, хотя, как бы, большое количество народу. Николай Ясиновский уверен, что появление странного незнакомца напрямую связано с наблюдениями НЛО над их военной частью. Охране объекта даже приходилось открывать предупредительный огонь по неопознанным объектам, чтобы не допускать их в охраняемый периметр. Но самое удивительное, что трассирующие пули ни разу не попали в летающую тарелку, словно она была защищена невидимым полем. Если вот мы берем примерно, ну, вот, круг, то если пуля более смещена от центра вправо, то она огибает ее и летит дальше. Если смещена пуля чуть влево, как бы, да, то с левой стороны, вот, и видно полет этой пули, то такое ощущение, что какое-то магнитное поле какое-то стоит перед ней, и все. Звука никакого не издает. Однако военные обычно предпочитают не вступать в вооруженный конфликт с неопознанными объектами. Вероятно, обладая достаточно продвинутыми технологиями, НЛО, кем бы они ни управлялись, могут дать достойный отпор в случае нападения. Летчикам не раз приходилось вылетать на сопровождение необычных аппаратов, появляющихся в зоне действия военных баз. Но в большинстве случаев они старались не провоцировать НЛО, а просто наблюдали за ними. Много таких сопровождений, этих летательных объектов. И, в частности, на самолетах, как правило, выходит оборудование, если пытаются что-то предпринять. То есть пока не агрессивно ведут себя наши, и эти объекты не вызывают каких-то ответных мер, агрессивных по отношению к летательным аппаратам. Иногда происходило и наоборот. Неопознанные объекты сами сопровождали наших летчиков. Ведущий разработчик системы пилотирования российского космического корабля «Буран» Николай Степанович Мельников впервые рассказывает, как один из таких объектов сопровождал самолет его сына, героя России Сергея Мельникова. Когда он на Су-30 МКИ летал в Америку над Атлантикой, то он уже был воспитан нормально. Он атаковывать не забирался. Пристроился справа по бурту. Довольно тоже большой, светящийся такой объект. Такая осторожность в отношении НЛО появилась у военных не случайно. Известно немало фактов, когда неопознанные объекты оказывали необычное воздействие на земную технику, выводя ее из строя. Офицеры вооруженных сил прекрасно осознают опасность, которую могут представлять для обороноспособности так называемые летающие тарелки. Естественно, даже в настоящий момент вот тут американцы для нас угроза с их действиями. Тем более, какая-то неземная цивилизация, которая неизвестно для чего выполняет полеты здесь разведывательные, изыскательные. Один из таких инцидентов, во время которого НЛО показал свое умение влиять на военную технику, произошел с подполковником Евгением Фокином. Вместе с военнослужащими он возвращался на базу сохраняемого объекта. Внезапно двигатель грузовой машины начал давать сбой. Двигатель заглох. Сколько не пытался водителя завести, не работало, электрика не работала. Не включались фары, не работал стартер, значит, аккумулятор там уже. И в этот момент обнаружили этот объект, который приближался, приближался прямо со стороны вот кабины и завис в воздухе на высоте где-то до 10 метров. По словам Фокина, объект был похож на две мужские шляпы, сложенные вместе. При этом от НЛО исходил радужный свет. Солдаты с удивлением наблюдали за летающей тарелкой, но без приказа командира не решались выйти из автомобиля. Водитель занимался машиной, открыл капот, значит, ну ему надо людей довести, задача. А начальник, он же командир взвода за людей отвечает, он вышел, хотел подойти поближе, почувствовал какую-то тяжесть, слабость такую. В теле тяжесть, а в ногах слабость. Офицер не стал двигаться дальше. Он отдал приказ всем так же оставаться на месте. Объект продолжал висеть перед машиной несколько минут. Все это время завести двигатель никак не удавалось. Затем объект плавно стал подниматься, плавно, не резко, стал подниматься вверх. И также плавно по касательной дуге ушел в сторону города, потому что они на подъезде были к городу. Значит, плавно, а потом, как говорится, превратился в точку, исчез. Как только объект удалился на достаточное расстояние, водитель без труда смог завести машину. Большинство исследователей считают, что приближаться к НЛО небезопасно. Объекты могут оказывать негативное влияние на человека. Возможно, это связано с излучением, которое вырабатывают их двигательные установки. Ведь и земные аппараты, работающие на ядерном топливе, также небезопасны для персонала, который их обслуживает. А близко, видите, НЛО опасно. Они вольно-невольно могут повлиять на разные системы организма, на зрение, прежде всего, и так далее. Тех людей, которые наблюдали НЛО близко, или то, с чего пострадали, в большей или меньшей степени их глаза. Но есть и более шокирующие факты воздействия НЛО на земную технику. Военные все же иногда применяют оружие против неопознанных объектов. Но часто происходит нечто невероятное. Надежная боевая техника просто отказывается выполнять свои функции. Если начинаем стрелять, то патрон в патронник заходит, а пули не вылетают. Ни у офицеров с пистолета, ни с автомата. Есть башня-пулеметная установка на корольном помещении. Она работает как с механического, когда ты затвор передергиваешь, так и есть и кнопка электроспуска. Вот электричество есть в корольном помещении, кнопку нажимают, пули не вылетают. НЛО словно испытывает нашу технику, проверяя ее возможности. При этом им не составляет никакого труда оказывать на нее дистанционное воздействие и при необходимости выводить из строя. Неопознанные объекты словно играют с нашей аппаратурой. Они без труда могут создать ложные цели на экране радиолокатора. Или наоборот, могут внезапно исчезнуть, словно становясь невидимыми. Не эти ли технологии в свое время взяли на вооружение военные инженеры, создавая систему радарной невидимости «Стелс»? Во время боев учебных вдруг помехи на радаре возникают. Или какая-то помеха непонятная. То есть пропадает цель. Вот они должны цель поразить, допустим, учебную цель. Другой самолет пропадает. Или полностью радиосвязь отключается. Ну, вот такие вот моменты. То есть вреда они не приносят. Однако исследователи считают, что неизвестные разумные силы делают это не для того, чтобы разрушить нашу обороноспособность. Возможно, они пытаются защитить нас самих от воздействия нашего же оружия. Я полагаю, что изучают, во-первых, что? Изучают военные объекты. Важные объекты. На которых находятся, как говорится, военные техники. Которые, может быть, связаны с радиоактивным излучением. Которые опасны для техногенного такого характера. Что-то, может быть, пострадать могут, как говорится, и окружающие. И само окружение природы, экология может пострадать. На сегодняшний день, по словам военных экспертов, не существует инструкций и предписаний, как вооруженные силы должны себя вести в случае возможного противодействия НЛО. Однако, пока такие объекты в армии рассматривают с точки зрения возможного условного противника. Истребительная авиация. Функции возложены на нее именно по противодействию движения этих летательных аппаратов каким-то объектам. Или населенным пунктам. То есть, если будет возможность, и он будет не подчиняться, его, естественно, постараются уничтожить. Неопознанные объекты могут совершать и куда более опасные фокусы с земными военными устройствами. Доводя до холодного пота офицеров, несущих в этот момент дежурство у межконтинентальных ядерных ракет. Были случаи, когда отключались системы, включались, а потом отключались системы запуска ракет стратегических на объектах. Несмотря на многочисленные случаи встреч с аномальными явлениями и огромное количество отчетов и рапортов, исследователям до сих пор неизвестно, кто управляет неопознанными летательными аппаратами. У военных специалистов также нет ответа о целях и задачах, которые выполняют НЛО на нашей планете. Я не знаю, люди это не люди, как бы, да, если они умеют преодолевать такие огромные расстояния, да, на такой с такой, то они наверняка умнее нас. Вот, поэтому, да, мое мнение, конечно, лучше их не провоцировать. Вот, с другой стороны, ты тоже не знаешь, ну, что у них, как говорится, в голове, есть у них голова или нет. Однако НЛО могут выглядеть не только, как некие технические средства из металла. Посмотрите на это уникальное видео, сделанное в Англии. Очевидцы были шокированы необычным кольцом черного дыма, возникшим над городом. Профессор Академии геополитических проблем Александр Семенов считает, что виновником этого явления стал небольшой объект, создавший столь необычный эффект. На самом деле, в центре этого, вот, круга этого, да, должен был находиться маленький какой-то объектик, который излучал вращающиеся электромагнитные поли, которые вот на определенном расстоянии от него. Виктор Слесаренко уверен, что в атмосфере нашей планеты может присутствовать множество НЛО малых размеров, которые могут выполнять исследовательские задачи, либо вести наблюдения за гражданскими и военными объектами, не привлекая к себе внимания. Я просто считаю, что объекты, которые там метров до трех, они не управляются пилотами. Скорее всего, это такие же дроны, как у нас сейчас запускают квадрокоптеры и так далее. Потому что есть управляемые вручную, есть, можно задать программу, он полетает, возьмет пробы, возьмет, там, пробы непосредственно, там, земли, или каких-то там минералов, или животные пробы. Помимо сбора и систематизации данных наблюдения НЛО, военным и спецслужбам необходимо было решить еще одну задачу. Рассматривался вариант использования противникам феномена летающих тарелок для проведения разведывательных мероприятий на территории нашей страны. Дезинфункционные акты, мероприятия, естественно, они, ведь фактически те же Соединенные Штаты Америки, тот же блок НАТО, и фактически проводил массу дезинфункционных акций, для того, чтобы убедить свой потенциальный противник в наличии чего-то, заставить его заняться этим вопросом. Однако большая часть наблюдаемых гражданскими и военными очевидцами неопознанных объектов обладают свойствами и характеристиками, которые пока недостижимы для земной техники. НЛО способны совершать невероятные маневры на огромных скоростях, которые неминуемо привели бы к гибели экипажа. Что-то может, а кто-то, я такому не знаю, что выдерживал на перегрузке хотя бы несколько десятков единиц. Человека раздавливают, все живое. Но там этой проблемы нет. Николай Ясиновский лично наблюдал невероятные способности НЛО по мгновенному перемещению на большие расстояния. Объект, на котором он служил, состоял из двух охраняемых зон, называемых караулами, и расположенных на удалении 12 километров друг от друга. В течение нескольких недель над одним из караулов зависал яркий объект, который словно бы наблюдал за военными. При его появлении дежурный должен был доложить охране. И вот он докладывает, да, и вот поворачивает голову вот так вот, да, обратно возвращает, ее уже нет. Она уже стоит возле другого караула. А расстояние между первым и вторым караулом 12 километров. Вот это движение, оно пролетало, короче, за 12, вот, там, я не знаю, за тысячные доли секунды. Не менее странное явление наблюдал майор РВСН Александр Андреянов, находясь на боевом дежурстве. Во время ночного патрулирования периметра он заметил на фоне звездного неба огромный черный треугольник, похожий, по его словам, на электрического ската. Вершины треугольника были закруглены. Объект двигался совершенно бесшумно. И этот электрический скат молча скользил по небосклону над объектами, нашими объектами, не пересекая границы объектов. И вдруг с углов этого электрического ската, так буду говорить, возникли три ярких луча света. Причем эти лучи света были столбовыми. И они нисколько не рассеялись в воздухе, как обычно, удувать прожектора. Солдат, который сопровождал Андреянова во время обхода, был настолько поражен увиденным, что схватился за автомат и был готов открыть огонь по НЛО. Он вскидывает автомат. И я его успел предотвратить, стрельбу. Успел, думаю, не знаю, что может быть с этого. И вот это вот явление проскочило буквально где-то минуты 3-4, оно у нас только на глазах это было, и исчезло. Все как сон, оставив мурашки по коже и пересохшее горло. Александр Андреянов хорошо запомнил необычное воздействие, которое оказал на него НЛО. Он точно не знает, было ли это результатом сильного шока от увиденного объекта. Либо НЛО дистанционно пытался воздействовать на психику военных, проверяя их профессиональные навыки поведения в нестандартной ситуации. Какая-то мощная сила исходила от этого. Она физически не воспринималась, а давила на психику. И вот это глазами-то следили мы за ней, звуков не было абсолютно никаких. Молча скользила по небесу склону. И вот это-то вот какой-то ужас наводило на людей, и на меня в том числе. Николай Мельников поделился с нами еще одним уникальным наблюдением НЛО. Возвращаясь в подмосковный город Жуковский, вместе со своим коллегой-космонавтом Игорем Волком, он стал свидетелем необычного явления. Мы уже свернулись с Волгоградского проспекта, и слева, я сидел справа, он вел машину. Вот, говорит, смотри какой. Посмотрели. Яркий шар сопровождал машину ученых на протяжении нескольких километров. По словам Мельникова, это не мог быть самолет или иной летательный аппарат, который мог взлететь с военного аэродрома в Жуковском. Ну, это светящий шарик. Там его формы, он так же, как буран. В диапазоне высот, начиная от 80 до 40 километров, он в плазме летит. Это бушующие, когда электроны из внутренних даже оболочек вырываются, и такое кровоогненное месиво получается. И это светится. Буран так летел тоже. Но самое невероятное, что именно эта встреча с неопознанным объектом, по мнению Мельникова, вдохновила его на создание системы искусственного интеллекта управления космическим кораблем «Буран». Разрабатывая новые методы автоматического пилотирования уникального аппарата, эксперт опирался в том числе и на информацию военных специалистов, которые занимались изучением НЛО. Более того, мы создали электронного северного экипажа. Летали летчики, вот их было основных пять, а потом немножко летали и другие. Вот там Заболоцкий, там Боев, Тресвятский, Шефер и Приходько. Ну, они почти не участвовали. И вот мы анонимная идентификация. Шли все под номером, перемешивали. Там Станкевич, Школ, там Щукин и искусственный интеллект. Генерал Шам считает, что информация, полученная при изучении феномена НЛО, может принести большую пользу в будущем научно-техническом прогрессе нашей страны. По мнению бывшего зампредседателя КГБ, анализ способов передвижения летающих тарелок может открыть новые способы эффективного перемещения на больших скоростях в атмосфере нашей планеты и в космосе. Мы начинаем говорить, например, вообще о новых технологиях, которые, в принципе, позволяют создать что-то похожее на НЛО и так далее. В принципе, и теоретические разработки по этой части есть, и эксперименты проводились по этой части, и все эти теоретические разработки, расчеты и эксперименты показали, что можно создавать совершенно новые летательные аппараты, где не будет никаких пропервов, где не будет никаких двигателей, а где будет генерирование специальной плазмы. Однако остается нерешенным главный вопрос. Как нам следует относиться к самому феномену НЛО? Представляет ли он угрозу для нашей цивилизации? Летающие тарелки словно нарочно игнорируют все попытки установления с ними контактов. И пока ученые из космических агентств упорно продолжают искать следы разумной жизни вне нашей планеты, буквально рядом с нами существует совершенно необъяснимый феномен, который проявляет все признаки разума. Изучают жизнь на Земле, хотя чем проще внедриться к нам и жить, и изучать. А такие аппараты надо еще узнать. Дело рук чьих? Потому что я не отрицаю, что это может быть и разум человеческий, но, судя по тому восприятию, которое у меня было, вряд ли там могли быть эти аппараты людские. Исследователи НЛО мечтают о том, чтобы встретиться с инопланетными собратьями и поговорить с ними о жизни в других звездных мирах. Но ведь контакт с ценой цивилизацией уже фактически состоялся. На нашей планете постоянно находятся неизвестные технические аппараты, которые по определению военных специалистов не могут быть созданы на нашей планете. Если бы удалось с ними пообщаться, я бы задал вопросы, откуда они прилетели, какие у них цели. Есть ли возможность получения от них опыта для нашей цивилизации. И мне бы очень хотелось, чтобы именно в России это произошел контакт. Для того, чтобы, если бы россияне были более сильной державой, то я знаю четко, что у нас войн не было бы в мире. А что если наша планета является зоной проведения огромного космического социального эксперимента? И перед тем, как перейти на новый уровень, нашей цивилизации нужно выполнить несколько важных шагов, которые сделают диалог с иными мирами не просто возможным, но и осознанным. Эта версия очень популярна среди исследователей. Верить или не верьте, это дело каждого. Но, поверьте, я тоже был такой же до тех пор, пока воочию не увидел вот эти необъяснимые явления. И главное во всем этом деле не терять своего человеческого сознания, не попадать в панику, а дать объяснение сообразно образованию, сообразно опыту житейскому и подойти к этим вещам философски. Конечно, мы можем считать себя уникальной разумной цивилизацией, единственной и одинокой в огромном космосе. Но все больше фактов и научных открытий говорит об ином. Возможно, нам уже пора задуматься, насколько мы готовы к тому, что контакт с представителями иных планет станет объективной реальностью. И мы поймем, что наш дом по имени Земля всего лишь один из множества обитаемых миров в бескрайнем космосе, наполненном жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok